Ближай! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Человека просто украсть, выкрасть и куда его девать. Сложно сейчас руководствоваться логикой или догадаться, как работает логика человека, который, вернувшись в Мальдив, вместо того, чтобы просто принести извинения людям и сказать, что да, я допустил политическую или человеческую ошибку, надевает на себя смокинг, идет танцевать вену во время разгар войны и весь админресурс государственный переключен на нейтрализацию одного человека. Погрансплужба, вот видите, там стоят ребята Балаклава, спецназ, оказывается, мы территорию вернули, и преступность победили, и всех террористов, сепаратистов разоблачили и так далее, все живут безопасно. А осталась одна проблема, Саакашвили. Почему? Потому что Порошенко боится своего собственного народа и любого уличного лидера, народного лидера, который сможет сегодня выйти на улицу в холод, разговаривать на простом обычном языке, не стесняясь и не боясь выходить на улицу с людьми и поднимать волну против криптократии, которую он лично возглавляет. Да, но я думаю, Саакашвили, а сейчас есть ли вы самые зимой работы? Мы не знаем, у нас нет точно, я не могу сказать, что он Парис, Палев, Жулианов и так далее, не знаю. У нас нет информации, и сейчас нам главное всем мобилизоваться, собраться и решить, что мы делаем дальше, потому что движение, оно не остановится, и 18-го пройдет марш, и после этого будет продолжаться, потому что люди и украинцы не заживут лучше, убрав Саакашвили, убрав любого из нас. Люди также будут недовольны воровством и коррупцией, которую возглавляет тот человек, который сегодня дал приказ похитить Михаила Саакашвили. Но я думаю, что рано или поздно должны, не из-за какой-то своей злости, или не из-за какой-то мести и так далее, и чтобы это закончилось в Украине, должны быть наказаны рано или поздно все. Те, которые дают приказы, и те, которые также исполняют и выполняют этот приказ, чтобы любой исполнитель в дальнейшем, в будущем, не выполнял преступный приказ. — Он говорит, он прямо на эти змеи поднимает, что о 16-м году еще летать, если на Кашвили не вылетел, то он не знает, что случится. — Я не знаю, какой-то борт вроде бы вылетел отсюда. Мы не знаем точно, находился там Михаила, не находился и так далее. Мы просто пришли и реагируем, так сказать, как мы должны в такой ситуации. Соберемся, обсудим, запланируем наши дальнейшие действия и будем продолжать борьбу. — Может, с ноги подальше? — Ну вот, будем ждать час, минуты на минуту, или с часу на час может появиться новая информация. Если нет, то уже будем собираться и действовать дальше. — Добрый день, я говорю. — Я говорю. — А вот сейчас хочу сказать, что вы скажете, сколько человек или тысячи оперативных действий? — Ну, пока не узнаем, что происходит, и пока не принимаем решение. Потому что мы сказали, что едем в Борисполь. Часть наших сторонников и друзей поехала в Рубль, часть здесь, поэтому будет. — А где вы находились во время задержания? — Я находился по близости, в центре. Я не был вместе с ним, к сожалению, в этот момент. — Откуда информация, что именно? — Ну, откуда она информация. Написал человек статус, так же, как и вы узнали, так же, как и вы узнали. — А что на встрече было? С кем? — Не знаю. — Встречался с какими-то людьми, наверное. — Неизвестно. — Эти попытки уже много дней, эти попытки выкрасть его и покитить уже продолжаются. То есть, не переживайте. — Вы все помните пару дней назад, когда говорили, что нет, это не спецназ, это не касаторы, которые пришли. И ничего страшного в этом нет. И все эти тупые парофоботы, наворованные наши деньги, которых нанимают, разгоняли информацию, что вот, это не касаторы, оказывается, и так далее. Сейчас приходим, и в каждом проходе стоят люди в масках, там, спецназ. Оказывается, все проблемы решили уже в Украине. Останусь только вот сейчас защитить Борис Поляц, значит, каких-то злочинцев. — А почему такая уверенность, что именно в аэропорт порезли? — Нет уверенности. Я миллион раз повторяю, что нет уверенности. Как еще на функциях? Спасибо большое. — Но вы же все сюда приехали. — Да, 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 да. — Олю, скажи, пожалуйста, кілька слів для фунтинга. — Кілька слів, які? — Мы сейчас не знаем, где находится Михайло. Жодної достоверной информации нет. Сейчас часть активистов... — Мы сейчас просим активистов завершить проверку аэропортів, когда мы будем точно знать. — Один, который сопровождал Михайло, узнал человека в маске спецназу, за который вы говорили. — Да? Ось тут, да? — Да, да. — Я думаю, что что тут не будет. — Мы сейчас помогаем в Борис Поле, чтобы они нам дали информацию. Після того, активисты, которые в Киеве, приблизно в 18.00, в 18.30, мы собираемся, кияни, біля президента, мы будем намагать сказать, что это за беззаконие, и намагать повернуть Михайло Саакашвили и припинить, открывать людей посередине в центре Киева. — Это первое. Другое — активисты, которые находятся на трассе Киев-Львов. Цих активистов мы просим, чтобы выходить на трассу, установить блокпости и контролировать, если Михайло Саакашвили не будет привозить в сторону Львовщины. Чему в сторону Львовщины? Потому что, за другую непереверную информацию, но она ймоверная, Михайло Саакашвили может привезти через один из пунктов пропуску на кордону Украины-Польши, который находится в Львовской области. — И великое прохание до Львовян, звідки я сам родом, будь ласка, выходьте на трассы, которые ведут до пунктов пропуску, это и Шагиня, и Грушев, чтобы люди не выкрали. — Тому аэропорти мы сейчас проверяем. На трассе Киев-Львов встанавливаются блокпости, так же блокпости встанавливаются в других местах. Львовян мы просим сейчас быть особо активными, и людей из других областей, которые сейчас не могут быть ни в Киеве, ни на трассе, ни на Львовщине, будь ласка, выходьте до своих областных государственных администраций и начинайте акции протеста, потому что те беззаконные, которые мы бачим, что Порошенко просто боится, что ему не дадут больше краски, и через это он выкрадает Михаила Саакашвили и пытается выкунуть из территории Украины, мы этого не можем не допустить. Поэтому, друзья, давайте мы мобилизуемся, кто в Киеве, до администрации президента на 18 или на 18.30, начнём мы там збираться. Кто по трассе Киев-Львов, будь ласка, выходьте на трассу, встанавливайте блокпости, там же наши активисты, посилуйте их. Кто на Львовщине, будь ласка, выходьте на трассу, которая ведет до пунктов пропуска с Польшей. Мы будем разом боротися, и я уверена, что... Активистов, которые был в тот момент в Саакашвили, узнал парня в маске, спецназовца, который его скучивал. Который сейчас стоял и убежал, и спрятался в маске, который был. Поэтому, наверное, большая вероятность того, что он находится именно в аэропорту Борисполь, в терминале ДЭК. Поэтому, кто нас смотрит, подтягивайтесь сюда. Спасибо. Пожалуйста, посадите. А вы притордованы? Аэропорт Борисполь, притордованы, где они? Ребята, мы знаем рейс. Мы знаем, куда улетели. Будьте мужчины, вот он, который стоит. Маску хотя бы снимите, что это такое? Выпущительные женщины, я не понимаю. Украли такого человека. Президента украли. Вот, вот, вот узнал. Можете дать комментарий, пожалуйста. Ты порушишь. Один из глотцев, автористов, он был миллист покорник, и кто-то, которая была на часе выкрадена. Для нас это стало. В общем, что, он, как и на Сахашвили, уже не тратил на территории Больши. А вот, или так, в городе, в Ульті, в 16-м году, и все, в Завасшири, в Северном Кожи. За иншую информацию, Сахашвили знаходит из Луги Борисполь. Вместо. Вместо. Что? Вместо. 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 Смотрите, козлов привезли. Сколько вам премию заплатят за это? Скажите мне, премию за то, что вы будете здесь стоять сейчас? Или вам премию не дадут? Ваши снимают, но вы стоите. И вы никто. Студенты на трудах погибли. Пошли молодые ребята до нас. А вы за смертью по вас стоите. Я не знаю, что вы можете посмотреть, пока я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. А свободись на дорогу. Один, два, идите. Дивіться. Державная корпоративная служба поведомила, что сам. Ваши намагаются, что уже добортовали. Время же администраторию Больши. У нас есть разная информация. За однию из этих информаций, он говорит, что рейс у нас есть 16 минут. Этот рейс по флайд-радару уже переземлился в Варшаве. Там находятся також наши активисты. Они не поддерживают. Утверждение, что сам пешмин в этом рейсе нет. Мы не заключаем, что там может быть. И так переземлился. За іншую информацию, он находится еще в Борисполе. И вы видите, сейчас вы были за черепа. Прошли на пешминку. Прошли на пешминку. Прошли на пешминку. Еще один из активистов, который был святком Больши, вы познакомились. Они были там, когда вы крадали. Они стали подозрювать, что Михайлович может находиться здесь. Мы не знаем этого. Какие будут дальше? Сейчас часть автористов, как и Богословяна, собирается в администрацию президента. Мы приглашаем людей сейчас в администрацию президента и начинаем там собираться. Меня зовут Ольга Галабала. Я координатор Ради партии Рухановых сил Михайлович. Галабала. А почему вы не перезвитите на пешминку? А где вы когда сказали? А когда вы нам подвергаете информацию, что Рухаево указали все больше, а когда пропустят на революционную информацию, то есть, чтобы перезвитывать. Я понимаю. Почему вы не пропустите на революционную информацию? О, родители сейчас в новинах смотрятся и скажут, о, мой герой! Молодец, Янукович 2! Защитник Янукович 2! Походите! Мы же не приходим на твою бабушку? Позорище! Ти позорище! Ти позорище! Ти позорище стоишь, не пускаешь народного депутата! Ти позорище! Ти позорище! Ти позорище! Ти позорившись! Ти позорище! Можете еще раз сказать, что вы говорили, что вы не пропустите, что вы не пропустите? Чи есть и вы не пропустите? Итак, порт в 16-й часу, велосипедовый из аэропорта Борисковка и обзывался в Варшаве. Все это вы видите на плае-традаре. У Варшаве находятся наши автовские проведения, и они пока не подтвердят информацию, что Михаилосетошвильт и обзывался в Варшаве. У меня информация. Никакого в Варшаве он не летит, это все отводки, это напестники, они его отправляют в Грузию, они делают заказ Путина, Порошенко, откуда эта информация, если я скажу, сейчас его тоже украдут и безнести по-моему Грузию, сейчас 17-15 летит в Грузию, и Порошенко хочет сделать своему Всевышнему такой заказ, который он получил, что он сделал, и Порошенко будет как шлистик, с этого аэропорта. Я хочу призвать всех грузинов Грузию и украинцев, ребята, у нас есть еще час, мы можем остановить его, можно остановить вот это все, надо собраться, обязательно сюда все, и вот этот колболь разбивать, а он там, где-то 25 метров, не больше. Обязательно надо сделать, или же Грузию, должна вся Грузия снять и принять своего президента, обязательно, потому что Порошенко, он барыга, он сделал свое, что доказал Путин, а вот эти, вот эти, вот эти, они подали заказ Путина. Завтра я тоже буду здесь, но у вас не будет, потому что тихо, надо все делать. Это точно информация, пожалуйста, потому что вы в Варшаве, а то если бы вы в Варшаве, нам сказали. Я не могу, ребята, тут ФСБ стоит, как я могу сказать, Порошенко плюс Вова равно Россия, все, больше ничего. А Порошенко, он ответит, ответит, и ответит, и ответит. Очень, очень строго ответит перед народом, перед государством Украины и всех вот тут стоящих. А они тоже пойдут за ним. Скажите, пожалуйста, что вам надо? Представь подходы, пожалуйста. Под обзором, меня хорошо сдать, СБУ меня сдать, и Порошенко хорошо сдать. Мы следили уже очень долго, хотели меня тоже сводить, но не выходилось как-то. Но вы взлеченьки, вы являетесь, а он, вы, 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 вы. О, хорошо. А где инспекторы, которые заяву принесли? Здравствуйте. С пожалуйста, бесплатно. А где стол? А можно службовый. Можно. Доватись здесь, но пресса есть, сейчас будем заяву писать. А вы сможете сразу в интернете? Нет, нет. Вот это два. Папа, они не подняли руку, когда сказали, кто украинцы. Про что дальше сказать? Они не подняли руку, что они украинцы. Это позор для их родин. Еще раз на камеру. Хлопцы, кто украинец? З'явился еще кто-то украинец? Кто украинец? Кто украинец? Поднимите руку. Какие все украинцы? О, дядько, пропустите народного депутата. Поясните хлопцам, что это значит быть украинцем. Идите с того боку. Чтобы они думали, что их окружают украинцы. Дядько, скажите, что они не имеют права. Я хоробо перешкоджаю деятельность народного депутата. Путин не может управлять вами хотя бы. Может это и барыги управлять, но вами. Не возможно это, ребята. Он дает какие-то гроши, он зарабатывает за заклюдацию миллиарды. На Бальдивах отдыхал. Вали танцевал, а вы здесь сидите и стоите. Защищайте свою родину. Так какие родину защищают? Они не поднимают руки, чтобы они украли. Я расскажу историю небольшую. Позор! Когда была инаугурация Порошенко, помните, было видео знаменитое, где солдат упал. Помните? Сказали, что он упал от того, что у него был солнечный удар. И сейчас он стал инвалидом. И у него даже нет денег от лечиться. Да никто его не знает. Но это их хлопец, как и папа. Помните? Сколько пацанов инвалидов коллег. Сегодня я разговаривал с парнем. У него два ранения пулевые с фронта пришло. Пять тысяч гривен ему платят в год двое детей. Он не знает, что делать. Они за 10 тысяч гривен. Ребята, не отдавайте ему. Ребята, не представляете, что вы с фронта. Что вы с фронта? Вы сами себе сук филить. Это историю вы портите Украину. Сейчас исторический факт, мировой истории. Что вы делаете, ребята? Без предела до идиотизма. А тот, кто украл, лично участвовал в краже Михаила Сахашвили, подонок. Если это он, значит, не подонок. Я вам пишу, что это. Я вам пишу. Я вам пишу. Я вам пишу. Я вам пишу. Мне пишу. Правда? Нет. Поехали. Наверное. М instead . Мそうится исходяющий стандарт. Какой-то день я выдадил платьевку. Неп oluşт.' Они меня завезли, и я сел в аэропорт Парисполь, куда меня уже... Парисполь. Там еще птицы не одержали перед тем, как самолет подограли еще. Сетап просто опять... Отойдем в сторону, там пишем. Отведем в сторону. Встречать я уже в Варшаве. Встреча с Украины. Встреча с Украины. Польская пограничная служба. Они, так сказать, я уже так уж как не применялся. Потому что в Украине... Когда там в центре до сих пор�няют всё, это показалось, что я поддерживаю. Это показалось, что мне поддерживаю этого людей. Вам надо понять, что рука, тот Российский. У quella того, кто пройде, что訂ком приводить, что время отдохновать, money Natomiast, водку, все время развода. Вот классический президент обрадан, когда они вот его заявляют, что он не должен заплатить, чего они заплатили, а это смысл. И даже если он не хочет, я не знаю, что он не сделал. Хорошо, что он сделал это. Вы не играете вас? Вы играете? Нет. Я был прав, если он признал, что есть ряд уголовных Это дело подошло ко мне. Абсолютно. Никаких уголовных дел нет. Никакого, скажем, переборалка, который я совершал. Если бы они признаны, что это дело не было, потому что здесь я сидела, что у меня есть мегатосин. Они просто, и кудри, и порошения, и везде олигарх, и водички. Сейчас, конечно же, люди хотят от меня избавиться, но не забыть. Это не очень. Мне кажется, что нам надо много реагировать. Все с помощью мега, нам надо реагировать, нам надо реагировать, нам на их слабость, надо реагировать силой духа, на их разводки, надо реагировать право. Мы правы, а чего это значит? Это белки, а вот это дешевые, потому что у нас больше порошек, это не претензия, это не пыль, это просто подлый пары, Я слышно, оференчил, а вот мы столько вместе с ними работаем, все параханы, все каналы, на старых караханы, которые у нас у меня от шума-топедали меня по нашему. Вот это только показалось, что это должно быть, что мы должны посвящать кусочек питания, Спасибо, Михаил. Плохо слышно. Очень вас будут набирать журналисты. Очередно лучше уже включение сделать. Спасибо. Да, или по скайпу можно включиться, потому что очень плохо слышно. Здесь много камер, журналистов и все микрофоны. Спасибо. Ну, в основном, доброе, что мы уже почули, что он жив и здоровый приземлился. Так, сюрприз, что вы дали? Какие ваши подачи действия? Вы продолжать борьбу, потому что один раз такое уже произошло. Все помните, как это все закончилось. Янукович тоже делал то же самое. Его выдворял, не выпускал в страну. Порошенко делал это все же по одним и тем же стопам. Украинцы не заживут в результате беспредела Порошенко. Лучше. Воровство продолжается. Они думают, что сейчас будут воровать больше и остановят наш протест. Но даже если нас всех выдворят, люди будут сражаться до конца, потому что это уже красная грань для любой политики. Мы обращаемся к всему международному сообществу. Никакой либерально-демократической политики в Украине не будет. Ни выборов не будет нормальных, ни политического процесса не будет. Потому что политическая и криптографическая элита страны решила, что они могут расправиться с любым крупнокалибренным политическим народным лидером, который может поднимать людей и массы. Вот так просто вышли на эти страны. Вы сейчас летите до Польши? Ну, полетим, и друзья будут летать и так далее. Жизнь продолжается. Не на тех нарвались. И нас качели, поэтому будем драться до конца, до победы максимально. Наразі выйдете до адміністрации президента. И вы понимаете, что это произошло в том числе, потому что 18 лютого мы собираемся на черговый марш у парку Шевченко, для того, чтобы цей криптократичной владею и Порошенко сказали, что он пішел геть. Что он добровольно пішел в отставку и прекратил творить то, что он дальше в наших очах продолжает творить. Від этого ничего не изменится. Мы продолжаем нашу боротьбу. И хочу, чтобы никто из украинцев не расширился. А наоборот, нам нужно только объединяться и бороться со своими кончами. Спасибо вам за уважение.